Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад вас приветствовать на канале MaxCapital. У меня потрясающая новость, я рискую своими собственными 30 миллионами рублей для того, чтобы провести достаточно долгосрочный эксперимент, связанный с тем, чтобы посмотреть, какой же вид инвестиций в России является наиболее стабильным, надежным, спокойным. Всех людей, наверное, в России можно разделить на две категории. Первая категория – это люди, которые инвестируют в недвижимость, которые очень много доказывают о том, что это один из самых лучших способов, вложения денежных средств. Вторая категория – менее многочисленная, к которой, наверное, по большей степени относился я. Помимо недвижимости есть фондовый рынок, есть рынок облигаций, есть рынок золота. Меня периодически обвиняют в том, что я против недвижимости, но когда я строю какие-то прогнозы относительно недвижимости, я просто больше смотрю, что происходит с экономикой внутри России, что происходит с доходами населения внутри страны, насколько качественный или некачественный рост цен на недвижимость мы наблюдаем. У меня уже есть один эксперимент, где я формирую капитал в 1 миллион долларов для своих детей. Сейчас я провожу другой эксперимент. Стоить он мне будет, по моим подсчетам, порядка 30 миллионов собственных средств. Первое – это то, что я покупаю недвижимость. Это обычная однокомнатная квартира в престижном районе в Москве, которую я буду покупать в ипотеку. Я покупаю на хаях. Многие считают, что цены на недвижимость в России сейчас перегреты, особенно в Москве. Причиной тому является льготная ипотека. С 1 июля ипотеку отменяют, льготную по большей части. Вторая история – сопоставимые суммы денег. Во сколько мне будет обходиться ипотека, я буду покупать государственные облигации Российской Федерации. Покупать буду с использованием индивидуального инвестиционного счета, используя налоговые льготы, используя кредит. Люди говорят, что какие акции Сбербанка, какие акции Газпрома, какие дивиденды, купи недвижимость за 15 миллионов, сдавай ее за 80 тысяч рублей. Посмотрим, ребят. Я не хочу доказывать ни того, ни другого. Я хочу просто взять рынок, сам пойти в эту неопределенность. Эксперимент будет публичным. Если у вас есть совокупная возможность инвестиций, как минимум 3 миллиона рублей сейчас, чтобы купить недвижимость, вы можете тоже к этому присоединиться. Посмотреть, как я лично это делаю, с какими трудностями я буду сталкиваться. Все это будет, соответственно, на платформе спонсор публиковаться. И вы можете за этим наблюдать. Ссылка, чтобы присоединиться к этому проекту в описании к данному видео. Вот у меня есть 15 миллионов, я инвестор. Вариант номер один. За 15 миллионов купить квартиру, которую тут же сдать в аренду за 80 тысяч рублей. Получается 960 тысяч рублей, получая в год денежного потока. Игнорируем любые издержки. Получаем доходность 6,4%. Те же самые 15 миллионов я кладу на облигации федерального займа, в которых текущая доходность 15%. Я, соответственно, в год получаю денежного потока 2 миллиона 250 тысяч. И для инвестора всегда важно получение денежного потока, который он получает. В первом случае, опять-таки, я получаю 80 тысяч рублей. Во втором я получаю 187 тысяч рублей. Люди говорят, окей, будет инфляция, и цена на недвижимость вырастет на уровень инфляции. Чтобы мне получить сопоставимую доходность, тогда я должен посчитать. По облигациям я могу получить эту доходность в течение следующих 10 лет. Тогда получается, что мне из суммы денежного потока от облигации 187 тысяч 500 в месяц нужно вычесть сумму денежного потока, которую я получил бы за квартиру в размере 80 тысяч. Получается, что 107 500 умножаем на 12 месяцев. Это получается, что эта квартира, она должна расти на 1 миллион 290 тысяч рублей в год. И за 10 лет она, соответственно, должна вырасти в цене на 12,9 миллионов. То есть, если я ее сейчас купил за 15 миллионов, эта квартира через 10 лет должна стоить 27,9 миллионов. Мы взяли просто цифры и посчитали, потому что я имею альтернативную доходность по облигациям. Но если вдруг произойдет таким образом, что центральный банк раньше этого 10-летнего срока, например, опустит процентную ставку до 8%, у меня еще и облигации вырастут в цене. И получается, что я эту доходность смогу получить уже в течение 5 лет. И мне даже 10 лет не надо будет ждать. То есть, мне облигация обеспечит сумму в 28 миллионов уже через 5 лет. Тогда я должен представлять, что через 10 лет квартира в Москве на юго-западе площадью 38 квадратных метров, пусть уже с отделкой, с ремонтом, она будет стоить 735 тысяч рублей за квадратный метр. Если я в это верю, тогда у меня вариант покупать квартиру. Вариант номер 2, используя текущий момент, вкладывая в облигации. Я устал экспериментировать. Я говорю, окей, ребята, а давайте я публично буду показывать и то, и все. Берите и наблюдайте. Если у человека есть 6-7 миллионов, у него есть возможность, например, пополнять облигационный портфель на сумму 80 тысяч рублей в месяц, он просто может следовать за мной. Я не знаю, и никто не знает, что будет завтра. Но будет высокая инфляция, реально недвижимость будет стоить там 750 тысяч за квадратный метр. У нас же так люди рассуждают. Что я получу в самом худшем случае? Предположим, гипотеза, да, инфляция высокая, доходы населения не растут, цены на недвижимость падают на 30-50%. То есть в самом худшем случае цена на недвижимость упадет, но у меня будет квартира раз, в первом случае. Во втором случае у меня будет портфель из облигаций номинальной стоимостью в районе 25-30 миллионов. Да, это будет номинальная доходность, но тем не менее это будет. Инфляция может быть съест всю эту доходность, эти 30 миллионов в ценах 2034 года вообще может быть ничего значить не будет. Но это лучше, чем вообще ничего не иметь. А какие в принципе есть альтернативы? Ну хорошо, люди сейчас на полгода припаркуют депозит под 16%, а что дальше? И вот хочется именно такой эксперимент прикольный провести, сделать и так, и сяк, и посмотреть, что из этого получится. Квартиры растут, все супер. Есть отношение стоимости квадратного метра недвижимости к располагаемому доходу населения. То есть чтобы квартира и дальше росла в цене, у тебя, соответственно, должны расти доходы. И у тебя доходы могут расти двумя путями. То есть первое, это когда у тебя качественно растет экономика, она производит больше товаров, больше услуг, создаются новые производства, создаются новые рабочие места, эффективность производства растет, производительность труда работника увеличилась, он начинает получать более высокую заработную плату. То есть это качественный рост доходов населения. В этом случае получается, что ничего страшного в том, что растет недвижимость, нет. Я веду к тому, что рост цен на недвижимость, который был в последнее время, он обусловлен не качественным стабильным ростом экономики, как следствием ростом доходов населения, как следствием доходом роста цен на недвижимость, а он вызван тем, что были льготные программы кредитования, то есть можно было взять много кредитов под низкий процент. А сейчас ситуация разворачивается. Ты кредит под низкий процент взять не можешь, тебе льготную программу кредитования схлопнули, ставки по ипотеке сразу скакнули в район 12-15%, и это сразу ударило по спросу. То есть все заемщики, которые хотят взять, они говорят, я не выдержу такой кредитной нагрузки, то есть я брать не смогу, и банки тоже, они риски смотрят, они говорят, если это рыночная ставка кредитования, то у вас ежемесячный платеж по ипотеке 150 тысяч, сколько у вас зарплата? У меня зарплата 120. Говорят, ну ребят, вы не проходите. И это не только конкретно взятого человека, это по стране все так распространяется. Банки начинают забревать ипотечников. И тогда возникает вопрос, что все люди, которые покупали, используя льготную ипотеку, квартиру с целью ее перепродажи, а их же много людей было, то есть ажиотаж последние 2-3 года было, что привело к росту цен, все же покупали. В итоге все эти покупатели сейчас с недвижкой сидят и такие, ну продать бы. Ну выросло, да, чего жадничать. Покупал квартиру за 5 миллионов, она сейчас стоит 17 миллионов. Сейчас за 17 миллионов продам, положу деньги на банковский депозит под 15 процентов. И нормально, могу не работать. Ну то есть это как лавина такая. Все начинают выставлять, а кто у тебя купит эту недвижимость, друг мой. То есть ты в этом случае должен гоняться за покупателем, который придет и тебе заплатит живые деньги. А таких практически не осталось. Почему не осталось? Да потому что те, у кого были живые деньги, они 2-3 года назад купили квартиру в ипотеку льготную, и не одну, а может 2-3, и у них тоже эти деньги в этой ипотеке, в этой недвижке засажены. А покупателей что-то нету и нету. И риэлторы стонут, говорят, ну нет, просмотров даже нет. Все больше и больше людей будут выходить в качестве продавцов, все меньше и меньше людей будет выступать в качестве покупателей. Соответственно, в чем заключается суть? Сейчас очень много неопределенностей. Я человек, который в области инвестирования с 2005 года, мне сейчас самому тяжело принимать взвешенные решения. Еще большую сложность вызывает то, что мы с одной стороны имеем высокую доходность по банковским депозитам, с другой стороны мы видим, что льготы отменили, что цена на недвижимость вроде бы как может упасть. С третьей стороны мы видим, что доходность облигаций 15%. Если в следующие 10 лет получать доходность 15% ежегодно, то за 10 лет капитал можно увеличить в 4 раза с капитализацией. Возможности вроде бы есть, но очень много страха. А если туда в эту возможность пойти, еще отвечая деньгами, то многие просто останавливаются. То есть они говорят, подождем, когда стабилизируется. Я знаю, что каждый раз, когда люди пытаются дождаться стабильности, то они вынуждены в момент наступления стабильности платить совершенно другие деньги. В условиях, когда все страшно, в условиях, когда высокая неопределенность, активы стоят дешево. Вы можете просто в замочную скважину подсматривать, как я из этого выкручиваюсь, вы можете присоединиться к этому. Там будет отдельный тариф, где вы можете полностью целиком следовать за облигационным портфелем. Еще раз повторюсь, это только облигации федерального займа, это только ОФЗ, это использование налоговых льгот. Идея такая, за 10 лет заработать столько денег от государства, чтобы квартира 100% досталась мне за счет участия в доходности государственных облигаций. Государство, правительство мне выплачивает купон, я использую налоговые льготы, я получаю доход от правительства российского с тем, чтобы себе купить квартиру. Даже не себе, а детям, мне там однокомнатная квартира не нужна. Вот такой вот эксперимент. Что скажете, оставьте обязательно комментарий, интересно или нет. С вами был Максим Петров, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Хочу сказать, что легко не будет, будет очень интересно. Посмотрите за этим шоу. Субтитры сделал DimaTorzok